Друзья, приветствую вас на канале Legacy Driver. С вами как всегда я Стас и это новая рубрика на канале, в которой я буду обсуждать топ полезных доработок для автомобиля, а также топ не полезных доработок для автомобиля. И в этой серии мы будем разбирать три очень популярных мифа об охлаждении двигателя. Первый миф. Если убрать пластиковый поддон двигателя, это поможет охлаждать двигатель. Второй миф. Если поставить капот с ноздрёй, это также поможет охлаждать двигатель. И третий миф. Если поставить проставки под петли капота и приподнять немножко капот сзади, это поможет эффективно отводить тепло из подкапотного пространства. Итак, чтобы понять, почему эти три мифа об охлаждении на самом деле не работают, нам придётся прежде всего обратиться к теории и к аэродинамике. Я постараюсь говорить самым простым языком, чтобы было понятно абсолютно всем. И первое правило, которое нам надо будет усвоить, это то, что поток воздуха всегда будет стараться двигаться из зоны высокого давления в зону с пониженным давлением. И чем ниже будет давление во второй зоне, тем легче воздуху будет туда попасть. Давайте разберём на примере вот этих вот трёх рисунков. То, что вы видите здесь, это три радиатора. Позади верхнего радиатора, как вы видите, есть зона с высоким давлением, high pressure. Здесь у нас зона с низким давлением, low pressure. И здесь у нас зона с средним давлением, medium pressure. Итак, как вы видите, здесь у нас зона высокого давления, поток воздуха идёт к радиатору. Но поскольку здесь у нас есть зона с ещё более высоким давлением, воздух отсюда практически не продувает радиатор. Здесь же у нас противоположная абсолютно картина. Здесь у нас зона с ещё более низким давлением, и воздух спокойно проходит через радиатор. В зоне, конечно же, с средним давлением воздуха, скажем так, поток воздуха, да, проходит через радиатор, но не совсем эффективно. Как вы понимаете, радиаторы здесь я нарисовал не просто так. На сегодняшний день почти большинство, можно сказать, автомобиля охлаждается за счёт двигателя именно с водяным охлаждением. И двигатели охлаждаются как раз-таки именно за счёт радиатора. Если кто из вас, ребят, совсем не знает, как работает система охлаждения двигателя, то на просторах ютуба вы можете найти полный-полно роликов. Так что, если вы не знаете, реально сначала переходите, посмотрите, как работает система водяного охлаждения, а потом возвращайтесь к моему видосу. Второе правило, которое нам стоит усвоить, это то, что горячий воздух гораздо легче холодного. И поэтому чаще всего вы увидите, что именно горячий воздух будет подниматься наверх, в отличие от холодного. А теперь, ребята, нам надо выучить несколько основных фактов о аэродинамике в передней части автомобиля. Движение потока воздуха в передней части автомобиля довольно-таки схожи практически у всех автомобилей. Будь то джип, седан, купе или даже спортивный спорткар. Понятное дело, что будет разница в давлениях воздуха, аэродинамика у кого-то будет лучше, у кого-то хуже. Но принцип потока воздуха довольно-таки похожий у всех. И, кстати, все, что будет сказано мною в продолжении этого видео, так или иначе, основано на различных научных статьях по аэродинамике автомобиля, а также на опыте гоночных команд и на опыте различных людей, которые действительно проводили эти самые опыты, замеряя различными приборами показания давления воздуха и так далее. Итак, ребята, к примеру, ваш автомобиль находится в движении, скажем, со скоростью 80 км в час. Конечно же, его передняя часть встречается со встречным потоком воздуха, который идет под высоким давлением к передку автомобиля. Здесь вы видите высокое давление воздуха помечено красным маркером. Итак, давайте разберем, как идет поток воздуха под высоким давлением. Как вы видите, здесь у нас передок автомобиля, это его капот. Здесь у нас радиатор, отверстие для поступления воздуха в радиатор. Здесь у нас вентиляторы, мотор, капот, поддон и, конечно же, лобовое стекло. Итак, как мы видим, воздух под большим давлением попадает в зону радиатора. Здесь, в районе капота, он встречается с препятствием и отталкивается наверх. После чего он всегда стремится опять попасть вниз к поверхности. И в это время, пока он опускается вниз, здесь у нас создается зона пониженного давления. Зона, скажем так, самого низкого давления будет обозначена синим маркером, а зона со средним давлением будет обозначена зеленым маркером. Как вы видите, ближе к лобовому стеклу воздух опять возвращается к низу капота. Здесь у нас, опять же, он встречается с сопротивлением лобового стекла и поднимается наверх. Вследствие чего здесь на крыше будет опять создаваться зона пониженного давления. Как вы видите, в нижней части автомобиля поток воздуха под большим давлением встречается немножко с бампером. В зависимости от типа бампера, конечно же, он уходит вниз. И здесь также создается зона, скажем так, среднего или пониженного давления. Все в зависимости, конечно же, от аэродинамики бампера и так далее. Итак, двигатель наш водяного охлаждения, конечно же, охлаждается за счет радиатора. Поэтому, чтобы эффективнее охлаждать радиатор, нам нужно как можно больше проводить через него поток воздуха и как можно больше и быстрее отводить потоки воздуха от радиатора. Так как мы с вами уже до этого обсудили, что чем выше давление будет сзади, тем хуже будет продаваться радиатор. Чем хуже будет продаваться радиатор, тем хуже будет работать ваша система охлаждения. Что же в идеале? В идеале, когда у нас зона радиатора получает, конечно же, снаружи, максимально большой поток воздуха под большим давлением. А сзади радиатора должна быть зона с самым, так сказать, минимальным давлением, чтобы воздух как можно быстрее проходил и уходил в зону пониженного давления. Давайте разберем несколько примеров. Скажем так, пример не идеальный. То есть, у нас здесь все закупорено, выходов из моторного отсека нету, воздух поступает к нам в моторный отсек. И, конечно же, то, что со временем произойдет, это то, что воздух начнет скапливаться в подкапотном пространстве, повышая этим давление. И, таким образом, конечно же, радиатор будет продуваться намного хуже. И, в конце концов, он просто перестанет продуваться, и система охлаждения будет плохо работать. А что же делает производитель в большинстве случаев? В большинстве случаев, если мы не говорим о какой-то формульной машине типа Формулы-1 или какого-нибудь спорткара для GT-гонок и так далее, вы всегда увидите довольно-таки большое отверстие в задней части моторного отсека, откуда как раз-таки в зону пониженного давления будет уходить воздух из-под капотного пространства. Вот сюда вот. Именно в большинстве машин вы увидите именно такую схему. Полностью загерметизированный капот. Здесь у нас идет пластиковый поддон. Здесь у него идут различные воздухонаправляйки или просто, скажем, есть определенная дыра. И в зону пониженного давления из-под капотки выходит воздух. Таким образом, у нас всегда поддерживается, скажем так, такой баланс, когда здесь у нас зона высокого давления, а зона в под капотке у нас пониженного давления. Ну а теперь, ребята, вы, наверное, спросите меня, Стаса, что же происходит с горячим воздухом? Ведь ты сам сказал, что второе правило, это когда горячий воздух легче холодного, и он будет стремиться подняться всегда наверх. Действительно. Горячий воздух со временем, да, как двигатель разогреется, будет скапливаться как раз-таки в верхней части подкапотного пространства. Поэтому большинство производителей, которые, скажем так, делают повседневные машины, для которых обычного охлаждения хватает, не парятся, просто-напросто под капотом, да, ставят какую-нибудь такую шубу или термозащиту. Именно она нагревается, так сказать, забирает в себя все тепло, и капот как бы не страдает. Скажем так, это работает нам в большинстве повседневных машин, и вот это вот скапливание горячего воздуха, скажем так, при обычной езде, ну, никак не влияет на систему охлаждения. Но, когда мы говорим о, скажем так, performance cars, да, то есть о машинах, которые действительно созданы для того, чтобы зажигать на треке, тепло для двигателя это зло, любое тепло это зло. Поэтому, конечно же, это тепло надо отводить. Именно поэтому на большинстве спортивных автомобилей с завода или даже подготовленных автомобилей для автоспорта вы увидите отводы тепла через жабры на капоте, и причем в передней части. Почему это так? Мы поговорим об этом попозже. Почему именно в передней части, в средней части? Об этом мы поговорим попозже, но именно для этого на спортивных автомобилях, чтобы горячий воздух из-под капотки выходил, сделаны жабры отвода тепла. Как это работает, мы поговорим чуть-чуть попозже, а пока что мы перейдем к развеиванию первого мифа, о том, что если убрать нижний поддон, пластиковый поддон двигателя, это поможет проветривать подкапотное пространство и улучшит охлаждение вашего двигателя. Поехали! Итак, ребята, вы столкнулись с тем, что, допустим, ваш заряженный автомобиль, если это турбомотор или какой-нибудь большой атмосферный, в теплую погоду, там, на треке, или просто при, скажу так, очень агрессивной езде, там, на серпантине, еще где-нибудь, нагревается. И вы думаете, вот сейчас я сниму нижний пластиковый поддон, будет туда больше заходить воздухом, мотор будет обдуваться, то есть больше будет, так сказать, прохлаждаться. Ребята, мотор водяного охлаждения охлаждается с помощью радиатора. На моторе нет никаких, скажем, сот охлаждения, нету никаких ребер охлаждения, он охлаждается чисто лишь за счет радиатора. Понятное дело, что чем будет холоднее температура снаружи, тем, конечно же, мотору и радиатору будет легче охлаждаться. Но именно мы говорим о том, что мотор охлаждается только лишь за счет радиатора. Итак, ребята, вы убрали пластиковый поддон двигателя. Что у вас получится? Значит, в статье на сайте AutoSpeed был проведен эксперимент, были установлены датчики замеры давления воздуха, было выявлено, что когда вы убираете пластиковый поддон двигателя, в передней зоне давление возле радиатора увеличилось, давление воздуха увеличилось на 20%, именно в передней части. В задней части двигателя моторного отсека давление осталось без изменений, а вот как раз-таки в передней части моторного отсека давление воздуха повысилось аж на 20%. теперь опять же если вы это сделали на повседневной какой-нибудь простой машине особого эффекта вы вроде как не заметите да но для тех кто для кого важен каждый процент охлаждения это очень серьезная ошибка ребята повышая давление как мы говорили в начале видео повышает давление в зоне радиатора вы ухудшаете отвод и проток воздуха поток воздуха до вы ухудшаете поток воздуха через радиатор так как мы говорили да что чем ниже будет давление в этой зоне тем лучше будет во первых воздух проходить через радиатор и тем лучше он будет конечно же от него отходить чем быстрее мы отведем воздух тем лучше для радиатора для охлаждения поэтому ребята на действительно спортивных машинах да и на обычных гражданских не просто так закрывают поддон а на спортивных машинах в дополнение еще ставят различные воздухоотводы и плюс конечно же нижний спойлер который помогает улучшить как и прижимную силу так и уменьшить давление воздуха вот здесь вот под автомобилем выглядит это примерно вот так сейчас я буду по-быстрому на рисунок и поэтому ребята обычно на спортивных машинах вы увидите всегда какой-нибудь спойлер который будет во-первых направлять воздух сюда ближе к радиатору и улучшать прижимную силу во вторых он будет здесь создавать зону пониженного давления и так ребята с первыми фон закончили теперь мы переходим ко второму популярному мифу и говорит он о том что если поставить капот с ноздрёй он поможет запускать больше холодного воздуха по капотное пространство и таким образом охлаждать двигать давайте же ребята вообще сначала разберем для чего нужны воздухозаборники на капоте скажем если в случае subaru то все довольно таки просто завода у subaru здесь на турбомоторах установлен интеркулер он же радиатор охлаждения воздуха турбины именно через него проходит воздух поступаемый воздухозаборника после чего поток воздуха уходит дальше вниз в зону пониженного давления а также воздухозаборники на некоторых автомобилях на капоте устанавливаться для улучшения прижимной силы перед к автомобиля допустим возьмем тоже тут же новую honda civic type r у нее есть специальные каналы по которым воздух сначала через воздухозаборник в капоте попадает внутрь и по этим каналам он на уходит вниз таким образом улучшая прижимную силу на передке автомобиля и уже в более редких случаях некоторые воздухозаборники завода служат скажем так действительно направляйкой воздуха на определенные горячие компоненты скажем на компоненты турбины и так далее это довольно таки скажем так редкий случай но и такие бывают при этом также все продумано так чтобы воздух не накапливался подкапотном пространстве а эффективно отводился вниз были там еще куда-нибудь берем пример именно с автомобилями subaru когда скажем у вас есть атмосферный двигатель или скажем вы перенесли топ mount интеркулер вперед что получается вы убираете интеркулер который кстати был всегда плотно закрыт закрыт специальной направляйкой внутри самого воздухозаборника и он принимал на себя как раз таки этот воздух то есть воздух шел напрямую в интеркулер и никуда больше после того как вы убираете интеркулер или вы ставите капот с ноздрёй на атмомотор у которого нету интеркулера воздух беспорядочно начинает поступать в подкапотку увеличивая что правильно увеличивая давление подкапотом пространстве понятно дело что часть воздуха как и раньше будут уходить вниз в зону низкого давления но также будут создаваться здесь в этой зоне различные завихрения воздуха и этот воздух все равно так или иначе в каком-то процентном соотношении будет распространяться по подкапотному пространству и это будет неминуемо приводить к определенному скажем так проценту повышения давления воздуха в подкапотном пространстве. Понятное дело, что речь идет об определенных процентах. То есть на какие-то проценты давление воздуха в подкапотном пространстве увеличится. Будет ли это сразу заметно? Скорее всего, что нет. Да, вы можете поставить для красоты или для облегчения капот с ноздрёй и сказать, что я поставил и никакого, скажем так, перегрева я не заметил. Действительно, возможно, это так и будет, но на определенный процент ваша система охлаждения станет работать хуже. Именно поэтому в профессионально построенных, скажем, Subaru для автоспорта, у которых интеркулер сверху переносится в переднюю зону, вы увидите как раз таки то, что ребята убирают или затыкают верхнюю ноздрю, улучшая таким образом, во-первых, аэродинамику автомобиля, а во-вторых, не давая воздуху, скажем так, поступать подкапотное пространство и создавать различные завихрения и ухудшать продувку вашего радиатора. Поэтому, ребята, посмотрите, действительно, все проекты заряженных Subaru, у которых интеркулер становится, переносится наперед, практически у всех таких машин или ноздря убирается полностью и создаются жабры от водотепла, или же просто ноздря затыкается изнутри, главное, чтобы воздух не попадал в подкапотку просто так. Ну что ж, разобрались мы со вторым мифом, и теперь мы переходим к третьему, наверное, самому популярному мифу, который мне многие рекомендовали попробовать сделать, многие об этом писали в комментарии, и миф этот говорит о том, что если поставить проставки под петли капота, то есть таким образом приподнять немножко капот вот в этой вот зоне, оттуда будет эффективно отводиться тепло от мотора. Давайте вернемся опять к аэродинамике автомобиля, именно к передней его части. Как мы выяснили раньше, что воздух под большим давлением попадает сюда вперед в зону радиатора, отскакивает здесь от капота, поднимается наверх, и дальше стремится опуститься вниз. Здесь у нас создается зона пониженного давления, и как раз таки вот здесь вот в районе стекла воздух опять встречается сопротивление, и здесь у нас создается вот в вот в этой зоне как раз таки зона повышенного давления. Значит зона повышенного давления на автомобиле действительно считается одной самой высокой как раз таки передней части автомобиля и возле лобового стекла, как раз таки на стыке между капотом и лобовым стеклом. После чего воздух идет вверх, отскакивает от крыши, уходит немножко вверх. Здесь создается зона пониженного давления, и потом он там чуть-чуть возвращается, но это не сейчас. Мы сейчас говорим о передке автомобиля. Итак, многие говорят, мол, я приподнимаю сзади немножко капот, ставлю проставки, и я когда стою на светофоре, я вижу как у меня отсюда снизу выходит горячий воздух. Действительно, когда автомобиль стоит, понятное дело, что нет никакого давления воздуха, и поэтому горячий воздух, как мы сказали, он легкий, он поднимается наверх, неминуемо будет потихонечку выходить из вот этого вот отверстия, которое создается с помощью проставок под петли. Но когда автомобиль едет уже при скорости 70-80 км в час, в этой зоне как раз таки собирается с одной из самых больших давлений воздуха, которая работает на передок автомобиля. А как мы с вами говорили, воздух будет выходить из зоны повышенного давления в зону пониженного давления. Где в подкапотке зона повышенного давления, где пониженного? Я думаю, это довольно таки логично, что зона повышенного давления в подкапотном пространстве как раз таки будет в передней части автомобиля. То есть воздух, который проходит через радиатор, будет скапливаться в этом районе. Плюс вентиляторы радиаторов, которые будут отводить от радиатора воздух, также будут отводить его сюда. И проведенные тесты показали, что допустим, просто говорю вам в цифрах, самое высокое давление в подкапотном пространстве как раз таки оно вот здесь вот, в передней части. Допустим, скажем, 0,7. Здесь уже давление у нас пониже, скажем, 0,4. Здесь мы помним, да, внизу у нас обычно зона пониженного давления. И здесь у нас давление воздуха в подкапотном пространстве составляет, допустим, 0,1. Здесь у нас, как мы помним, обычно выходит воздух в зону пониженного давления. Здесь же у нас все примерно наоборот. Как вы видите, здесь у нас зона пониженного давления, скажем, здесь давление будет 0,1. Здесь у нас давление будет, скажем, 0,3 или 0,4. А как раз таки вот здесь у нас будет самое высокое давление. Допустим, 0,7. И вот, когда вы едете на скорости 70-80 км в час, этого уже достаточно, чтобы горячий воздух отсюда просто-напросто не смог, не сможет выйти сюда и, таким образом, будет оставаться в подкапотном пространстве. Поэтому, ребята, на гоночных автомобилях, которые выпускаются с завода или, скажем, на профессионально подготовленных автомобилях для гонок, вы не увидите при открытого капота сзади. Как раз таки то, что вы увидите на таких спортивных подготовленных автомобилях? Это жабры отвода тепла и как раз таки в передней части. Почему в передней части? Так как я сказал, что самое большое давление воздуха в подкапотном пространстве сначала скапливается именно впереди. Поэтому на большинстве таких вот правильно подготовленных машин или машин спортивных, которые были построены с завода, вы увидите жабры отвода тепла как раз таки в передней части автомобиля. Так как мы уже с вами сказали, что давление воздуха здесь выше чем здесь. И поэтому горячий воздух будет выходить именно эффективнее всего с вот этой вот зоны. Вообще, ребята, о места размещения жабры на капоте можно делать отдельный выпуск, так как здесь работают некоторые, скажем так, факторы, где именно их расположить и как расположить. Действительно, нужно тестить, нужно проверять как устроен капот, то есть создавать зоны пониженного давления, если требуется. В общем, действительно, это очень интересная наука. И действительно, жабры отвода тепла в правильном месте работают в тысячи раз, наверное, эффективнее, чем приподнятые петли капота, которые на скорости просто не позволяют вытаскивать, скажем так, горячий воздух из-под капотки. Ну что ж, ребята, мы с вами разобрали три очень популярных мифа об охлаждении двигателя. Скажем так, я старался говорить самым простым и понятным языком. Все то, что я вам рассказывал, подкреплено, скажем так, научными материалами, различными статьями, которые я, если вы хотите, могу оставить в описании под видео. Большинство из них на английском языке. Но факты остаются фактами. Ребята, не совершайте эти ошибки, не делайте то, что не надо делать и улучшайте, скажем так, дорабатывайте свою машину с умом. Ну что, ребята, я надеюсь, что это было очень полезное для вас видео. Надеюсь, чтобы вы выучили что-то новое. Если да, то обязательно поделитесь этим видео с вашими друзьями, поддержите комментариями, расскажите, нравится ли вам такой формат или нет, делать ли еще. Ставьте лайки, если вам, конечно же, понравился видос. И оставайтесь со мной на канале, ребята. Следующее видео уже расскажет об очень классном трекне с клубом Subaru STI. Будет прям реально огонь. Так что, ребята, следите за каналом. С вами, как всегда, был я, Стас. И это канал Legacy Driver. Я желаю вам всем добра, удачи и увидимся в следующем видео. Счастливо! Второе правило, которое нам стоит усвоить, это то, что горячий воздух легче холодного, и поэтому горячая вода всегда будет подниматься наверх. Поэтому на большинстве спортивных машин, которые выходят с завода или которые участвуют в соревнованиях, которые профессионально построены, вы увидите как раз таки то, что вы увидите на таких спортивных автомобилях. Поехали! Поехали!